Вот и закончился первый всероссийский молодежный театральный фестиваль «Место силы Владивосток». На церемонии закрытия представили премьеру саунд-драмы по пьесе Всеволода Вишневского об исторических событиях гражданской войны «Оптимистическая трагедия». Постановку создали в рекордные сроки молодыми актерами, музыкантами и режиссерами в лаборатории заслуженного деятеля искусств России Владимира Панкова. Дорогие друзья, я искренне благодарен вот такому творческому коллективу, которые за 10 дней ставили спектакль. Для нас это уроки большого мастерства театрального, всех молодых людей, кто хочет связать свою жизнь со службой в театре. И мы сегодня видели очень много тех наших приморских ребят, кто вписался в этот спектакль, кто всей душой, всем сердцем отдался театру. И, конечно, спасибо вам, спасибо, Владимир Николаевич, вам за такой великолепный спектакль, который закрывает это торжество первой всероссийским молодежным фестивалем. Этот спектакль о флотской жизни, столь близкой нам и понятной, и особенно то, что он проходит в преддверии дьяволида морского флота, это тоже придает ему особую огранку. После спектакля прошло вручение специальной премии «Золотая рыбка» самым творческим, креативным и активным участникам фестиваля. Наградили театральных деятелей в номинациях «Актер», «Менеджер», «Почетная премия» и многих других. Ну что, наш фестиваль, первый всероссийский молодежный фестиваль «Место силы Таневосток» официально закрыт. Спасибо, друзья! А мы говорим фестиваль, до свидания, мы говорим, до новых встреч! Масштабный культурно-просветительский форум проходил с 21 по 25 июля. Проект собрал лучшие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики. Он объединил творческую молодежь, театральных мэтров и заслуженных деятелей культуры, став площадкой для дискуссий и обмена передовыми знаниями. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на восьмом.